Эшки всем, я к вас и я рад присутствовать вас на своем канале. Констракт-симулятор на экранчике, можно играться дальше. У нас сегодня строительство, что у нас? Торгового центра. Давай поговорим с мэром, который решил набрать баллов перед выборами. Здесь плодородный слой. По поводу экологии. Есть такая страна, называется Шотландия. Это часть Великобритании. На которой очень круто развивается зеленая экология. Ничего плохого в этом не вижу. Если бы не одно но. В половине ветряков, которые там стоят, они не работают. Как таковы, как ветряки. Они работают на дизельных генераторах. То есть их нужно было починить, но их не починили. И вот как-то так все произошло, что... Там используется дизельный генератор. Вот. То есть... Как бы... Ну, бывает, что называется. Так и здесь. Этот чувак говорит топит за экологию. Но на самом деле это полная ерунда. И ни о какой экологии вопрос не идет. На самом деле, если говорить, допустим, о той же экологии и биосфере и тому подобное. Это система. Вот. Которая как развивается самостоятельно, так и не самостоятельно развивается. Об этом надо знать. Вот эти очень крутые компании, высадим миллион деревьев там за полгода и там подобное. Это неплохая компания. Но нужно понимать вот что. Допустим, есть какая-то территория, да. Мы в той же Сибири вырезали целое поколение деревьев, которое росло там столетиями. Пришел человек с деньгами или без и сделал так, что деревьев там теперь нет. По идее, делаться это должно следующим образом. Срубилось дерево, на его место посадилось новое дерево. Срубил второе дерево, посадил второе дерево. Там саженец и так далее. Ну вот. Это по правилам делается. Возможно, есть еще какие-то дополнительные правила, но я говорю про вот пока только такое. Так, мы проехались и мы только до оранжевого слой дошли. А как делают это у нас и в других странах, вот. Делает это следующим образом. Спиливаю дерево, вырывают корень, сажают два дерева. Вот. Либо не сажают. В некоторых странах, я говорю сейчас не только про Россию, да и в других странах, тоже так делают. После спила ничего не делают, просто оставляют либо корни, вот. Либо их все-таки вырывают, мульчируют и просто оставляют гнить на месте. Либо сжигают. К чему это приводит? Это приводит к тому, что животные, насекомые, птицы, которые жили в этом лесу, они меняют место своего обитания. Часть погибает, понятное дело. А часть меняет. На их место, как бы, знаете, это есть святое место, пусто не бывает. На их место приходят другие животные, которые живут не в лесах, а в полях, например, или на болотах, если так произошло. Ну вот. Там всякие лягушечки, жабки и вот это вот все. И это, как бы, это происходит со временем. Понятное дело, что не сразу спилили дерево, получилось болото, да, и там появились жабки. Нет, это проходит время. Обычно большой промежуток времени проходит, но тем не менее. То есть меняется вот вся вот эта вот система биологическая довольно серьезно. И если придет человек, через какое-то время, там, через 30-40 лет, такой, блин, я тут накосипорил, блин, что делать? И начнет высаживать этот миллион деревьев, те жабки, те ужики, лягушечки, которые жили до этого на болоте, они все уйдут, вымрут, в другое место перейдут. Потому что там уже сформировалась своя жизнь, и, по сути, человек опять это дело выкидывает, потому что меняет, ну, биологию, по сути, да, вот эту вот штуку. Вот, поэтому, когда, если там хотите поучаствовать в такой какой-нибудь компании, там подобное, почитайте внимательнее, что вообще было до. Вот, потому что вполне возможно, что там, как бы, живут определенный вид животных, тех же растений, насекомых, птиц, которым не нужны эти нахрен деревья. Они вот-вот уже живут, и все нормально. Вот. Такая же ситуация касается высадки деревьев, определенных деревьев на берегу рек, озер и тому подобное. Есть деревья, у которых разные корневые системы, и, соответственно, если корневая система довольно слабая, и деревья в целом не должны расти на берегу, а их сажают на берег, они со временем упадут, начнут гнить, и вот это вот все добавится в то, что в этом болотце не должно было быть гнилья и тому подобное. То есть опять смерти и вот это все. Поэтому ко всей вот этой штуке, к экологии, к биосфере и тому подобное, нужно относиться с осторожностью. Почему этим должны заниматься специалисты, а не какие-то ведущие блогеры, или глупые, ну ладно, глупые, неправильно говорить, незнающие, недальновидные люди, которые этим никогда не занимались, но решили этим заняться. Вот. Нужно во всем знать меру. Вот. И чтобы эту меру знать, нужно иметь специальное образование. Ну, это как вот прикол в Москве с тополями. Ну вот, кто не живет в Москве, может быть, или приезжал когда-нибудь в Москву, именно весной, тополя начинают у нас тут свисти, и в какой-то момент тополиный пук появляется. В огромных количествах. Настолько огромных, что это просто сумасшедшее какое-то. Если спичка упадет, то все, это пожар вспыхнет. Благо, Москва сейчас, она каменная стала, но когда-то тут было достаточно, даже в советское время, деревянных домов. Вот. Да, они, собственно, и сейчас есть, но благо не в таком количестве. И, опять же, косяк произошел на этапе выбора дерева. То есть, хотелось посадить именно тополя, потому что тополя, у них, ну, по крайней мере, то, что я читал. Может быть, я не прав, и вы меня поправите по этому поводу. Вот. Тополя очень неплохо задерживают СО2. Вот. Они его очень неплохо перерабатывают. Вот. При этом они имеют довольно упругую форму кроны. И можно, собственно, высаживать таким образом, чтобы чуть ли не менять направление ветров. Ну, как бы. Вот. Может быть, я не прав. Но, когда выбирали, какие же тополя посадить на территории Москвы, выбрали не тот вид. Либо выбрали тот, но привезли не тот, потому что выглядят они одинаково, будучи саженцами. И получилось так, что у нас огромное количество тополей, которые хреначат этот пух только в путь вообще. Вот. Периодически эти тополя вырывают, сбривают и там подобное. Но все равно это вообще никак не влияет, по-моему, на численность их в Москве. И это, опять же, было сделано не только по какому-то упущению со стороны контролирующих органов и так далее. А еще со стороны незнания. Вот. Я такой, блин, просветитель, конечно, с учетом того, что я ни хрена не агроном. Биологию, по-моему, завалил еще в школе. И вообще я мало что об этом знаю. Но просто, когда работал в нефтянке, нам нужно было немножко знать про экологию. Вот. Потому что нефтянка – это очень грязная промышленность. Вот. И поэтому какие-то вопросы мы изучали по этому поводу. Восстановление плодородного слоя. Вот эту вот всю штуку. Вот. Небольшой экскурс. Я не знаю, зачем это. Может, вообще, кому-то может пригодиться. Ну, ладно. Потому что все равно играем. Надо хоть чем-то заниматься. И хоть на что-то обращать внимание. Так, выкопать траншею, блин. Давай куда-нибудь, наверное, сюда встанем. Так, где копать траншею? Ух, нихрена тут копать траншею. Не, я не буду ее копать, извините. Но нет. Я не готов на это. Создание траншеи. Пропустить задание. И пропустить задание. Благодарю. Опора. Доставка материалов. Замечательно. Так. Сиди в машину. Пошли материалы забирать. Вау! Это было очень круто. Это было огненно. Вообще. Так, перемещаемся. Выжили. Так, у нас почти 8 лямов. Давай посмотрим, что нам надо купить. Ну, кстати, немного. Я думаю, мы можем это спокойно телепортировать на тройку. И не заморачиваться. И не заморачиваться. Да. Так. А настройки? А настройки? Нам нужен, получается, кран. Так. Башина, я не помню, можем мы там где-то поставить или нет. Что, прям посередине башенный кран? Серьезно? Я знаю, что хочу. Я хочу... Вот сюда зайти. У нас же... Есть... Вот. Башенный кран... Сани. Этот у нас 256 стоит, да? И этот 256. Мы можем купить. Значит, без проблем. Мы даже ничего не потеряем. О! Уже 4 можно воткнуть. Огонь. О, нормально. Так, где у нас... Ага, вот там. Хоть какое-то разнообразие. Желтое, да желтое. Так, что там? Нам нужны поля-то с древесиной. Поближе. Арматурная сетка нам нужна. То есть, нам нужно будет бетонный насос сюда тащить. Так. Да, тут крюк, конечно, немного другой. Так, палета с древесиной. А, палета с бетонами и стальная балка. Вот. Давай мы ее возьмем. Так. Я так понимаю, нам нужна вот эта именно короткая палета с древесиной. И... Зеленая хрень. Да. И зеленая хрень. Сразу разобралось. Сейсмоустойчивый фундамент. Вот это прикольно. Прикольненько. Так. А, еще с другой стороны. Я думаю, чай не появляется. Обычно, когда ты крышу кладешь, они появляются. По это... Потихоньку. А тут как будто бы и нет. Так. Я думаю, может, еще туда мобильный кран притораканить. Я вот не знаю, насколько он будет необходим. Все-таки башенный кран поудобнее в использовании. Так. Давай налево сразу потащим. В Японии, вроде как... Да и в Корее, наверное, тоже... Проводят конкурсы ежегодно на создание проектов по... Это строительство сейсмоустойчивых строений. Вот. Потому что в Японии довольно часто землетрясения бывают. И... Все в том же любимом ТикТоке. Ну... Очень много роликов на эту тематику. Из чего и как, какие материалы можно использовать. Это, конечно, очень прикольно. Ну, конечно, и страшно. Мне отец, когда был в Нью-Йорке, но очень давно... Он как раз был в Башне в Близнецах. Ну, реально, очень давно. Прямо пипец давно. По-моему, еще тогда были камеры для видеосъемки на кассетах. Вот. Он рассказывал, что... Вот ты стоишь в туалете. На хрен знает, каком этаже. И ты видишь, как волны гуляют в унитазе. Потому что здание раскачивается. Оно же не стоит, как это... Как гора. Оно раскачивается. Там в зависимости от... Архитектуры, строения зданий, системы. Вот этого всего внутреннего устройства и там подобного. Здание может раскачиваться до 10 метров, что ли, в стороны-в сторону. Он говорит, и ты так вроде не чувствуешь, но когда вот у тебя вода где-то налито, это становится страшно. Вот. А уж что происходит при землетрясении в зданиях, я даже себе представлять не хочу, честно говоря. Так, тем не менее, мы с вами поставили эту штуку. Теперь надо поставить колонны. Получается, в сисьме сиськи безопасную втулку воткнуть палку. По-моему, тут должна была быть заметка о том, что я не могу кинуть просто так вещи. Яна, почему мне не предупредили об этом? Но палка, блять, кидается так, как вообще никогда не кидалась. Жесть. О, ну ладно. Так, у нас осталась последняя палка. Странно, что вот в этом углу у нас ничего нет. Возможно, там склад будет вот в этой части, поэтому не обязательно, чтобы был сисьмоустойчивый этот самый. Ну, это, как вы поняли. Так, залить ленточный фундамент. Замечательно. Так, зальем. Добавим только солнце в нашу жизнь. Так, и тут у нас... Ну, понятно, что... Так, и вот сюда. Нам нужно притащить техничку, чтобы заправить машину. Наверное. Мы сможем туда переехать, ну-ка. Куда? Из вопросов. Есть. А, это я зря, наверное, да? А, нет, и вон там надо залить. Замечательно. Сейчас мы зальем. Сейчас разгонимся и зальем. На нахер. Так, хорошо. А, давай, давай вот сюда. Вот она, машинка наша. Так, и нам надо вот сюда переместиться. Мы уже 14, фу, 14, 26 процентов, да, сделали? А, так, куда бы нам тебя поставить? Давай где-нибудь здесь, на базе. Вот он у нас в режиме ремонта. Сейчас зальем этот фундамент. И... Это самое. Пойдем, зальем бензинчик все. Ну, здравствуйте, кран. Из-за него я не могу повернуть стрелу-то, приколи. Ну, ладно. Все равно надо переезжать, поэтому... Мы сейчас заодно... Подожди, как... О! Я вспомнил, как камера сбрасывается. Долгое нажатие на правый стик. Так, давай заправимся. И вот так тоже заправимся. Давай заправляемся. 700 баксов. Обалдеть. Так. И это еще наша заправка. Наверное, только далеко отстал. Ну ладно. Все-таки удобно то, что надо переставлять каждый раз только одну машину, а не две. Бетононасос и бетономешалку. Это просто невероятно классно. Так. Доставить и распределить гравий. Так. А, вон, смотри, проезд есть. Замечательно. Нам получается сейчас нужно... Что нам нужно? Нам... Бульдозер у нас есть. Нам нужен, получается... Этот... Самосвал. У нас самый простой самосвал, насколько я помню. Тот здоровый я продал, потому что он... Оказался бесполезен. Так. Нет. Гравий будем там засыпать. Он высыпается, зараза такая. Так, давай. Миллер Кипер. Про вкусики. Ничего я угадал. Был уверен, что я не попаду. Так. Нам нужен гравий. 25 тысяч. Обалдеть. Нормально. Так. Попытка номер... 2. Нормально. Нормально. Походу мы справимся без бульдозера. Нормально. Причем мы не на всю территорию высыпаем. Видите? У меня получается, что... Где-то четверть у меня сейчас пустая территория. Не вопрос. Еще и продадим. Так, уплотнить гравий. Это не проблема. Естественно, уплотнитель у нас на базе, да? Угу. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, остались копейки. Я, как обычно, тут оставляю сопли, полосы всякие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот там. Ручки трясутся, руль тоже. Так, вырубаем эту штуку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай. Выезжай, говно. Зали сплошной фундамент. Окей. Не знаю, насколько нам нужна эта еще хрень тут. Машина слишком скоростная. Вот оно что. Я-то думаю, что так лагает-то. Я просто на скоростной машине ешь. А, да. Так, смотрим. А, ну, заливаем там, где отбивали чуть-четку на камнях. Причем частично, заметьте. Сейчас давай бачком, наверное, встанем. Как-нибудь вот так. Будем все равно перепарковываться, поэтому не так страшно. Еще 20 часов в ТикТоке стримов про строительную технику. Я думаю, мне надо стройку идти. Так. Что у нас сюда? Чуть-чуть не дотягиваюсь. Машина просто в хлам засранная. И мне это нравится. Вот так должна выглядеть рабочая машина. А не вот это выхолошка. Как это? Выглаженная. Если это никак не скажется на физических возможностях автомобиля, я даже ее чинить не буду. Потому что мне нравится, какая она засранная. Подобная схема. Показывание, что машина не в очень хорошем техническом состоянии, в фарминг-симуляторе. Там, если машина засранная, она становится грязной. Ну, засранная в плане поломанная. Это никак не влияет ни на расход топлива, ни на скорость передвижения. Она просто становится грязная. И чтобы ее, ну, там, понятное дело, ее можно починить. Она, кроме того, что становится грязная, у нее всякие наклейки, краска там содранная, еще что-то, и все. И больше ничего. Можно ее помыть керхером, можно ее починить, то есть восстановить и краску, и вот это вот все. Но они сразу-таки становятся глянцевые, противные, игрушечные, что это прям вообще неприятно. И я, честно говоря, не сильно вижу в этом какую-то необходимость. Хочется вот именно вот такую вот пыльную машину, которую видно, что она, блин, работает. Работает, а не вот стоит где-то в гараже. Так, заливаем теперь там. Почему сразу нельзя было сказать, что там надо залить, непонятно. Зальем сразу. Вот и тут надо залить, я тебя понял. Ну, зальем сначала, наверное, тут. Единственное, я бы кран сдвинул, потому что он нам будет мешать, я чувствую. А, приколи. У него нет противовесов снизу. Забавно. А где у него противовесы? Подожди, где у тебя противовесы? Покажи мне, пожалуйста. Они у него... На жопке, что ли, крепятся? В целом это логично, но, по-моему, противовесы должны быть еще и... Да, видишь, на жопке крепятся. По-моему, они еще и внизу должны быть. Но не факт. Ладно. Я не краностроитель, поэтому не знаю. Может быть, так и должно быть. Бетон вроде в таком же количестве уходит. То есть, каких-то изменений именно в расходе бетона нет. В расходе топлива, ну, может быть. Потому что мы вроде недавно ее заправляли, и уже... Сколько? Четверть ушла. Все, есть, да? Собираем манатки. И уходим. Так. Остальная балка. Давай. Так. Где у нас, где у нас, где у нас? Она где-то у нас под это, под боком. 7 штук, да? Ага. Окей. Давай вдаль потащим. Пока похоже, что мы какой-то ангар строим. Так. Деревянные компоненты. Палета с древесиной. Ага. И арматурная сетка. Еще и опалубка. Окей. Деревянные компоненты. Три штуки. Это вот эти квадраты, наверное, да? Деревянный столб. Три штуки. И залить стены. Ага. А столбы куда поставить? Ага. По центру. А я понял. Окей. Давай столбы сейчас поставим. Для начала. Не знаю, что это. Но, видимо, надо. Так. Хорошо. Давай мы, наверное, этот повернем куда-нибудь. И даже не знаю, куда, блин. Потому что. Давай мы вот так делаем поближе. Поставил. И теперь бетонмешалка наша. Любимая. Нальем новенького, свеженького. Угу. А, я понял. Давай съедим. Так, а, ну да, распаковать. Ну, давай распакуем. Так. Погнали. Распаковка. Так. И чё? С той стороны нельзя было распаковать. А, я понял. Нифига, я распаковал, блин. Как будто гранату кинул, и оно само вот это... Причём, граната с электролобзиком. И теперь потолок надо положить. Здесь частей. Была такая игрушка. В моей юности. Залаз Max Payne. Очень игрушка. Классная игрушка. Что первая, что вторая часть. Третья? Ну, такое. Это уже чувствую, что делалось ради бабок и... С использованием сентиментальности игроков. Которые очень не хотели продолжение этой серии. И вот в первой части... Где-то как раз вот в первой части я начал читерить в играх. Правда, не серьёзно. То есть сам я читы и тренеры никогда не делал. Это вообще не моё. Мозг у меня слишком маленький для этого. И в первом Max Payne, в чём был класс читеринга. Вот чего не хватает в современных играх. В целом, в некоторых играх это можно делать, честно скажу. Но неинтересно. Уже как-то не то. Вот в первом Max Payne можно было настраивать как хочешь оружие. Вот нам, например, был дробовик. Бульдог, по-моему, назывался. Это барабанный дробовик. С магазином в виде барабана. Вот ему я ставил то, что он стреляет гранатами. То есть это был гранатомёт. Причём он стрелял сразу, сколько там, 12 дробин. Все 12 дробин были гранатами, которые взрывались при столкновении. Можно было настроить, чтобы по таймеру. Слоу-мо было не вот это вот, ну как бы замедленное, да, когда все замедляются. Слоу-мо можно было сделать таким образом, чтобы оно действовало только на врагов. То есть ты включаешь, враги просто стоят, а ты там настреливаешь на них, там все патроны просто стреливаешь их и так далее. И потом они начинают летать по всей этой локации, там сквозь текстуры пролетать и так далее. И это далеко не всё, что можно было делать. И всё это настраивалось просто в конфигах. То есть в блокнот, открываешь блокнотик. Не было ещё тогда, по-моему, даже notpad в пласт-пласт. Был просто notpad. Ты в нём открываешь и всё делаешь, и всё, что хочешь вообще и так далее. Я просто к чему вспомнил. Я вот сказал о том, что граната с лобзиком. Вот там можно было вот именно такое делать. Причём силами самой игры. То есть никаких модов, ничего делать не надо было отдельно. И это было офигенно. Детство было офигенно. Эх, старость и радость. Так, ладно. Почему текстура дерева разная? Не хватает ещё времени, времён года. Дождя тут что-то нету. Насколько я помню, тут дождя вообще, по-моему, не бывает. Снега не бывает. Вот это вот прям... Однотипность немного убивает. Было бы прикольно. Начинается сильный ветер. Ты начинаешь что-то тащить. И это что-то начинает сильно раскачиваться на кране. У тебя есть вариант либо остановить... Ну, как бы прогнать время, грубо говоря. Либо попытаться в этот момент построить. Вот. Было бы, конечно, прикольно, если бы были бы задания на время. То есть не на расслабоне делать там, что-то там промахнулся, там что-то сделал заново. А именно на время. Чем быстрее сделал, тем больше ты заработал. Первый раз, когда я запустил контракт симулятор 2015, там было указано время. И мы с друзьями думали, что это время, как раз за которое нужно построить. Вот. А оказывается, это среднее время, за сколько ты можешь построить. То есть 15 часов. Ну, как бы такое. Вот. Ну, вот этого не хватает. Хотя, с другой стороны, если было бы на время, я бы, наверное, не стал бы проходить игру. Потому что сейчас я могу просто на паузу поставить или оставить игру. Как бы пусть она там сама играется. И уйти за чаем. Если еще бы время было. Так. Деревянный элемент. Распаковать строительные чё-то куда-то. Пойдем распакуем. Ух ты. Целую лестницу нам построили. Деревянный элемент сборной стены. А доставить, я понял. В смысле? Чё он примагнитился и резко отмагнитился. Так, хорошо. Две корзины мы зачистили. Сейчас еще притараним. Что-то какие-то я смотрю, щели на углах. Но это такое, я так понимаю, строительный план. Дезигн. Так. Углы дорисовались. Разместить деревянные напольные плитки. Распаковать. Я понял. Надо распаковать, чтобы... Что-то ваша скриптованность. Так, строительный материал нам наверх. Да, залезть. Ага. Ага. Получили стены. Теперь нам надо положить деревянный каркас. Вот он лежит. Так, разместить. Опять. Ну ладно. Ух, размещу. Еще шесть. И еще деревянные. А вот почему сразу нельзя? Я не понимаю, в чем. Ну, с другой стороны, да. Если было бы написано 24 элемента положить, я бы охренел, наверное. И ушел бы наперекур. А так, по шесть и понемногу. О, ше. Но это не самая долгая миссия пока получается. Два часа. На 72 процента. По-моему, капсульный отель, который у нас был, он был прям пиздец тяжелым. А все остальное как-то попроще. Хотя, может быть, я уже просто привык к объемам работы. И плюс все-таки отработанная какая-то техника есть. Ну, тут та же бетономешалка с насосом этим. Ну, пока полное ощущение, что тогда была жесть. А сейчас прям что-то как-то изи. Ага. И еще шесть элементов, я понял. Так, комплект части потолка, большой деревянный каркас. Доставить деревянные компоненты. Плюс надо поставить деревянные балки, палеты с древесиной и палеты с металлоконструкцией. Окей. Деревянные балки. Ага. Вот это. Паня. Ух, ешки-матрешки. Опа. Вот это сейчас было опасно. Давай распакуем. Я так понимаю, это тоже надо распаковать, да? Так, и теперь нам надо элементы крыш притащить. Ну. Единственное то, что нам придется. Нам придется ехать, потому что иначе оно не телепортируется. Потому что груз не закреплен. Ну, значит, телепортируемся. К сожалению. К сожалению. Да ладно. Для башенного крана? Серьезно? У-у-у. Как все плохо-то? То есть, мини. У нас там небольшой автокран стоит, а маленький автокран стоит. Его хватает. А, значит, башенному крану не хватает. Охереть просто. Просто можно ебнуться с этим. Ох, блин. Пришлось брать мамонта огромного, чтобы... Ой, ой, извините, извините. Извините. Чтобы этот вопрос решить. Обалдеть просто. Просто обосраться. Так, ладно. Давай мы его здесь, наверное, запаркуем. Хотя, может, было на этой... На парковке. Мы будем очень долго это делать. Очень долго на... Накачивает, блин, свои легкие. Главное, чтобы он дотянулся. То сейчас будет угарно, если не дотянется. Специально поставил подальше, чтобы не дотянулся. Ну? Как это все логично, однако, слушай, с учетом того, сколько весит мобильный кран и сколько весит этот. Это, конечно, очень странно. Последний пазл. Надеюсь. Тереный каркас элемента крыши. Разместить сборные куевина. Ниху. это то что мы привезли я тебя понял хорошо давай разместим так полностью деревянный торговый центр зашибись вообще причем один этаж вот сейчас который мы покрываем крышей бетонный а все остальные этажи они деревянные и эти деревянные вот здесь все деревянные странновато давай быстрее поворачивайся кран уже спать пора пока можно ночь в дворе деревянный элемент потолка спать и хватит своим потолком достали уже к можно к можно потолков уже делать ну одни потолки и все деревянное давай повернем сразу и не ногу качала так на честь площадку окей так давай разбираем так стой ты что происходит глуп какая большая территория очистки так прицеп причем этот тягач стоит далеко и поэтому прицеп только прицеп мешает так и давай бетон мешалка наша любимая пошли общаться с мэром ну и они чувствуют завершенности проекта поэтому как-то это странно что это было хорошо открыть эту большую торговку мы можем получить много клиентов в спеших halls в магазинах в магазинах в отличие от различных и это значительно улучшает качество жизни в городе может быть мы должны рассчитывать больше паркетия в ближайшее время но для этого это действительно большой успех масса у бабе что мускул бабе расти фонтан не делали это за подстала такая что у нас получается у нас с вами еще есть городском пространстве одно задание это парк за который мы получим какие-то сущие копейки нам нужно будет доставить грунт выровнять доставить грунт доставка материала доставка сборная лестница металл грунт доставка размещения и даже ничего копать не надо мы подпишем этот контракт и уже в следующий раз пойдем посмотрим что же конкретно нам нужно вот работа в парке с мэром что же это было неплохо хотя и очень странно что по сути мы не доделали до конца здания и она сдано было в работу и при этом мы не делали фонтан хотя обычно фонтана мы делаем то есть мы всегда что-то заливаем но как-то это странно вот целом не очень сложная работа меньше трех часов потребовалось на то чтобы это все сделать вот посмотрим как пойдет дальше так это а я думаю это барышня в мороженом сидит приколе да было бы интересно конечно еще походить по самым магазинам но нет ни судьба ладенько это деревянная да она как будто бы каменная ладно на этом все не забывайте подписываться на канал заходить дискорд и телегу всем удачи и пока